Здарова, друзья! В основании снова Игорь. На ночь глядя, как раз в игре, на ночь глядя, ну я вот уже раскрываю карты, хочу прокатиться по ночному маршруту. Я еще никогда в этой игре, в данной игре, не ездил ночью. Настало время исправить данную ситуацию. Один сделаем заезд. Не знаю, что это получится, все будет при вас. Я никогда ни к чему не готовлюсь. Заранее все интересно, то с эмоциями, спонтанно. Не знаю, что из этого выйдет. Ночью прокатимся. Ладно, перестану говорить как гей, потому что я не гей. Так, о чем все говорят? У меня цель открыть Лиас, насколько мы помним. Лиас. Главное открыть Лиас. Вот этот вот, ставит. Какие советские люблю ретер-классику. До него еще аж 15 тысяч копить. А при том, что вы видели, какой я издок на предыдущем видео, если кто-то смотрел. Я не издок, а пиздок. Ой, извините за мат. Ой, опять мат. Я не люблю материн. Я лох, внук. Черт, козел, сука, пидор. Ой, извините за мат, что-то вырвало перед сном. Нет, нельзя про себя так говорить. Ну, я неудачник, да, плохо играю, но стараюсь. Учусь сегодня. Потому что я из деревни, даже из этого, из леса глухого, где был в свой один домик. Родом корни оттуда дают о себе знать. Не образованные, малообразные. Учебы, хоть и пытался учиться, но ничего не давалось. Поэтому будем смотреть, как я доеду. Правила пытаюсь учить. Учебы, это будет трудом давалось на троечку. Ну, ладно, все. Теперь, значит, будем ехать на пазике. Начну. И одна поездка, какая бы она ни вышла. И на этом, я говорю, Петрович, закончить сегодняшнюю трансляцию. Нет, это не трансляция. Это видео. Я сам не знаю, я при вас, серьезно. Говорит, мне так интереснее. Эмоции, чтобы они не наиграны. Я, потому что не наиграны, все как есть. Живые, настоящие эмоции. Доеду, не доеду. Ночь выбрал. Здесь вот время можно было подкрутить. Сейчас от этого и зависит трафик, и все. В ночное время уже все спят. И соберем мы, сколько пассажиров или нет, я не знаю. Но я просто хочу. Я не видел ночные города. Выбираем чемпазик. Открыть ли вас главная задача. Но мы его не скоро откроем. Ну, когда-нибудь. Если долго мучиться, что не получится, мы придем к этой цели. Тут еще другие современные уже автобусы есть. Новые лиазы и так далее. Но они меня не интересуют. Мне охота вот ставить. Мне ретро-классика нравится. Но хватит болтать. Все, выбираем. Можно, кстати, ему запчасти прикупить. Бижок или что-нибудь. Но я не буду на это тратить деньги. Вот коврики даже можно обновить. Купить ему здесь. Я буду с дефолтным контрактом. Он у меня вполне, как у моей покойной бабушки с дедушками в деревне. У моих покойных. Бабушки с дедушками. Точно такой же коврик у нас был. Ну, ладно, поехали. Выбираем маршрут. Выберем, пожалуй, какой-нибудь самый длинный, чтобы хоть что-то заработать. Я не знаю, сколько длится времени. Мне завтра рано вставать. Надеюсь, не займет пять часов. И так у меня рекорд был. Или антирекорд. Я не знаю, как его назвать. Давайте коротенький. Нет, ну мы тут не соберем денег. Вот такой маршрут. Как он называется? Площадь Ленина, вокзал. Да, и сменятся потом другие маршруты. О, как раз поселок пограничный будет. Все это в ночи я не видел. Серьезно. Для меня это все интересно. Кто-то уже, конечно, наигрался в эту игру. Вот смотрим маршрут. Я лично. Для меня это все новое. Мне не важно. Если там покажут. Видео я даже не буду смотреть, чтобы не спойлерить. Посмотри, скажут, что у меня уже Лиас открыт. Посмотри, как он выглядит. Смотреть даже не буду. Посмотрю, других авторов скажут. Я, говорит, видел. Мне неинтересно тогда будет. Я его буду сам открыть и буду изучать. И при вас в эмоциях буду потом обозревать. Понятно? Так что мне, пожалуйста, ссылки не кидайте, не хвастайтесь. Не люблю я этого. Просто удалять буду с комментарием. Понятно? Сразу. Кто предупрежден, тот уже. Так, смотрим. Бензин-91. Мне не важно вообще все эти подписки, отписки, лайки и слайки. Я все делаю по настроению. Делаю это мое время припровождении. Я уже не рад сказал на своем канале. На канале. Кому не нравится что-то, просто проходите. Меня даже, меня это даже никак не заденет. Понятно? Отписывайтесь, лайкайте и слайки все равно. Я буду делать то, что я делаю. Я такой преданный своей работе человек. А так, а что у нас застревает? А так, а что фризы, что ли, начались? Все, хватит болтать. Смотрим маршрут. Остановка. Время, интервалы, время... Ага, минута, две минуты. О, вот, интервал. Гостиница. Так, площадь Ленина, улица Чехова. Запоминаем. Площадь, улица Крупской, гостиница, улица Горького. О, как у нас Максима Горького в городе. Красный мост какой-то. Автошкола и вокзал снова прибыть. 11.31.33. Ну что ж, поехали ночью. А то время уже 2 часа ночи. У меня, кстати, тоже подходит. А я еще тут стою. О, соответственно, прикол. Надо, о, ночь, улица, фонарь. Мне это все так потрясающе нравится. О, нам машинки катаются сюда. Сейчас свет в салоне включен. Так, подождите. Это я где включил? Это пар. Вот. Это, значит, мы включили. Нет, давайте с салона начнем. О, чтобы людям было потом. Свет в кабине. Замечательно. Вон машинка. Эй, уже вообще-то началось это. Я же выбрал уже маршрут, получается. Да, идет уже время. А я еще тут. Опять будем опаздывать по графику. Стоит ли открывать вот эти вот окна еще? Я не знаю, но я открою. Привычка уже, дело великое называется. Стоит ли открывать? Пускай на ночной небуле будет. Чтоб никто не задохнулся, я открываюсь всегда. Не было уж претензий. Форточка там открыта-закрыта. Ну что, заводим? Поехали. Так, куда я показываю? А, туда. А, с ручника забыл снять. О, там даже видно подсветку. Э! Куда он едет-то? Я еще куда-то успел. Все, бензин только трачу. Так, один из его подсветка. Лосить, ленин, вокзал. Все, ночь. Твоя атмосфера. Но я уже, однако, опаздываю. Мне, наверное, перезапустить на шубич разговоров. Один человек-то есть. Ночная леди, бабочка. Они у него не будут. Смотри, свои какие-то тут. Такой я не виделся в шапочке. Или это мужик? Шапочке. Так, что там падает? Кто это? Баба или мой? Какая-то странная негритоска. Баба или еще какой-то бабочка. Улица. Все. Рестарт. Простите, но так дело не поеду. Сейчас быстро все делаем. Еще решено следить за... Включиться. Но это было просто разговор. Я сейчас не успею, если я так буду делать. Ой, опять сюда ушел. Время уже 2 часа. Мне не нужно утром. Мне на ночь у нас тут проехаться. Поэтому быстро... Ой. Куплен за уже. Ну, Игорь опять начинает нервничать. Когда Игорь начинает нервничать... А тут это вроде маршрут был. У него ничего не начинает получаться. Значит, теперь быстро все делаем. Открываем люки. По-быстрому, я сказал. Играем серьезно теперь. Иначе у Игоря Петровича ни хрена не получится. Опять. Вот деревенчина. Деревенский парень. Так, все подготовились. Камеру отодвинули. Куда положено. Вот здесь, чтобы видеть и пассажиров, и салон. Вот так пойдет. Зажигаем свет по-быстрому, сказал. В салоне вначале. Ой, в этом. Потом в салоне. Так. И пары. О, полиция. Менты позорные. Фак, лев, бич, нигер, щит, сука, блядь. Бич. Ой, извините, дома. Да, бывает. Мне вообще не бывает. Так, ладно. Теперь я эмоционально просто сделал компульсивный. У меня бывают иногда заскоки. Иногда вообще сумасшедшие бывают. Но это редко не бывает. Выплеснуть эмоции. Итак, с уличника снимаемся. И поехали, сит, нигер. А, заводим тарантачку свою. Вот какую дамочку упустил. А теперь никто не стоит на остановке. Замечательно. И ночью вообще никого не будет. Да, но зато по времени, уступим, площадь революции. Улица Чехового, 11-й. Вот из-за того, что я тут смотрю, я иногда так здорово мочурицам. Меня все прикалывает в этой игре. Разработчики, конечно... У нас тут конфликт был, диалог. Вот я высылала группу ВКонтакте официальная данная игра. Это же русская, ретичная разработчики. Киш-миш. И мы с ней немножко поссорились. Они говорят, я показал им видео. Там в этой группе выложил. Смотрите, я говорю, как я проходил, игра потрясающая, спасибо. Я за отзыв. Они сказали, за отзывы. Такое спасибо. Мы его понравился. Как они там написали? Одобряем. А вот то, что вы украли игру с торрентов, они сразу это просили, потому что и увидели все. Версия старая, сейчас и новая уже, там они как-то делают. Сейчас все расскажу по ходу прохождение этого маршрута. Они делают обновление новое с микроавтобусами. Сейчас будет первый. Мне он, кстати, тоже нравится. У меня на снимках есть. Я его обозревал как-то в других программах. Таи... этот... Мерседес... Мерседес... Транзит ПС на чертах, что ли? Наверное, это Форд Транзит ПС. Мерседес Принтер. Вот. И посоветовали, не только я порекомендовали, то есть запросили. Когда-нибудь сделать КСЛ-ку 322-132, мою любимую. Старенькую, советскую, желтую. Вот это здорово будет. Если я ее сделаю. Газ, маршрутка, газелька. Маршрутное такси. Газ. 322-132. Газелька. Это здорово, если ее ведут. Если я не путаю название. То есть, да, я в ней запутал. 322, помню. 322. Как-то так. На фотке она у меня есть. Если ее ведут. Не здорово. То не один я. Они... Ну, ничего так ночной это город. Нормально смотрится. Ну-ка, облака плавают. Нет, опять я посмотрю. Если я сейчас показываю, посмотрите. Облака плавают, в тюбе нет. Почему-то облака. Вот тут, ну-ка, поняли. Облака плавают, в тюбе нет. Хоть один-то человек. Ночью все спят. А я и шастаюсь. Да, это здорово, что все учитывается. Но некоторые не спят еще. Так, площадь революции в 11.25. Вот как раз. Надеюсь, хоть один человек кто-то... Это здорово, конечно. Уже классно они все придумали. Ну-ка. Хоть один-то человек усел. Ночью... А ночью разве автобусы ходят? Разве автобусы ночью не должны ходить? Эй! Пили или здесь не стало? Че-то они до часу-то ночью стали ходить. Ясно, что все ребенка спят уже. Все как в реале. Блин, классно сделано. Быстро-то проедем этот маршрут. Ну, я хотя бы посмотрел в город ночной. Ничего не собрал, не заработал. О, зеленый наш. Тихо-тихо. Тихо, сигналы разгоняться не надо. Говорят разгоняться, что-то. А если единственный пассажир выходит? Я вот так обрадуюсь. Тихо. Есть пассажир, а я гоню. Простите, сэр. Вот видите как. Сейчас-все будет. Ты сядешь, не переживай. Блин, блядь. И никуда свою не потеряет. О, гопник. Ночной гопник, конечно. Кто еще ночью-то? Открай, да. Да блин, давай-то. Сколько он заплатил мне? Я боюсь себя. Со мной гопник едет. Это хреново. 30 всего заплатил. Но я не буду возмущаться, а то вдруг еще что-то предъявить. Я хоть открыл гопнику. Глюк, он там сидел. И что, поговорим, братишка. Подождите. Тихо, не отвлекай водителей. Так сложно. Знали бы. Это со стороны я уже говорил, что кажется так. 26, все правильно. Гостиницу 11.27. Это только со стороны кажется, что легко, когда сами начинаете. Первый раз, вот у меня вообще еле приехал. Сами видели. Целые 5 часов мучился, нифига почти не заработал. Это со стороны только кажется, что легкий симулятор. С днем здесь сложно. Но потом, конечно, привыкаешь, что сейчас это более-менее время. Сами идти. Пока ничего не нарушают. Зачем? Когда-нибудь или АС откроем? Ну, надо дневное время сделать. Ночной я просто еще не ездил. У меня цель в этой данной игре открыть АС. А маршрутку, когда ведут, все здорово. О, кто-то нас ждет, еще у нас самороски. Здорово. У нас видится Крупской. О, доктор? Ну, понятно, докторат, они спят. Что это хрень? Ну, и вон, ты тысяча прошел через этот. С терминатора. Ну-ка, давай, иди сюда. Обойди. Да, блин. Это я, да, не так встал? Ну, давай я. Ну, ты что, с ума сошла? Ну, доктор непонятно. Бывает глюги, да, интересно. Ты знаешь, пешком, да, решил пройти? Запрыгивай через мать. А что за хрень-то такая? Это такие доктора у нас. Все рпухают. А, ну, ночной, понятно, послесмены он уже лунатик, он уже не соображает. Бывает. Ладно, запрыгнул. Не, ну, здорово. Все супер смотрят. Если мне 5 баллов, я буду еще в жизни, вечером играть. Хоть даже пройду. Вам изредка. Он уже не на записи. Вам нравится, не нравится, я буду поигрывать. Он и правила учитывает. Вежливость и всему. Вам не нравится, до свидания. С я не расстроюсь. Вообще, хоть все отпишитесь. Все равно, все дело тоже. Даже ради одного человека. Лайки есть, лайки. Все равно, все равно. Все сказал. Я такой своеобразный человек. В жизни мне 36 лет почти. В апреле 23 года. 36 лет. И я уже все повидал. За всем привет. Так что, хоть отписывайтесь, хоть лайки. О, два пальца есть. Низлайки. Я все равно делаю то, что мне нравится. Понятно? Все. Игорь Патрюшев сказал. Так, ладно, едем. Копников, значит, и врача. Ну, нормально. Врач знает все секреты этого человека. Все его слабые точки. Нормально все будет. Он даже и гупника может победить. Или себя завечить. Знает, куда бить, как правильно бить. То есть, там ничего не будет. Я уже не пострадаю. Я, кстати, шофер. У меня есть в кабине врач и гупник. Нормальный. Состав. Нам девушки не хватает. Вот тогда начинает бабушка. О, кто-то есть. Кто-то есть. Как раз девушка здорово. Вот нам вас и не хватает. Садись, все веселее будет. Что такое? Все опять за штраф. Опоздание на остановку. Минус 86. Как опоздание? Я, вроде, ехал по графику. Как опоздание? Хоть бы не было на гостинице никого, чтобы туда проскочить. Другая девушка села к врачу поближе. Видите? О-о-о. Вот этот желтый что означает, Ром? А что она это? Она от пара должна подсвечиваться, да? Правильно? Вот. Вот он. Что только сделано. Здорово. Это не видно знаков. Блин, я так не заработаю, и так этих мало. Вот видите, какая сложная игра. Это кажется себе. В итоге я ничего не заработал. Хоть бы не было на этой остановке, я пролечу ее просто-напросто. У меня уступит дорога по унифт. Буду устал, вот дети, как-то. Здорово. Я поздал я так-то. Я буду все порассуждал сейчас о них. Да, блин, еще это нажал, да, блин. А, пассажиров вместо С я нажимаю всякую барахлу. Я и бензин, получается, зря трачу сейчас, я вообще. Красный мост в 11.30 надо прибыть. Где он у меня сейчас, красный мост? Ну, это 11.30 плюс-минус там. Вот, красный мост. Установка вот себе, вижу. Надо уже тормозить. Не тормозим, так я люблю как. А, не надо, никого нет. Слава Богу. Это даже к лучшему. О, что это они? А, не выйти, да, там хотели? А я и кубился. Зайдете пешком. Как раз гопник пошел, какой-то джентльмен. А, и усталый рабочий простой. А тетенька боится их. Она воглотилась к доктору, все правильно. А что будет, если я сейчас не туда высажу? Видите, они проехали, они меня сейчас бить будут. Гопник стоит. Все, ну, что думаете, встал? Просто так, что ли? Мне бы живым доехать. У меня доктор в кабине, все нормально. О, на ЗС-ку, на ЗС-ка, что ли? Слушайте, а, нельзя на маршруте запрятаться, когда он делал так. Он не получил. Нельзя на маршруте, когда ты и так упаковываешь. Просто нельзя на маршруте, когда он запрет на маршруте. Когда он запрет на маршруте, в город. Вот это что означает красное яйцо? Нет проезда, что ли? Стоянка запрещена, но я уже так соображаю сам логически. Что, это 40 км в час ограничения. Уже сам изучил правила. Это вот это вот лежачий полицейский знак означает. Здорово, вообще. Знаки еще и учаешь. Ну что, есть тут кто? Нету, ну, вот эти хотели выйти. Опять опоздание, что ли? А не на то я вообще высадил. А блин, что я делаю в этой игре? Блин, ребята, нет. Вот это сложная игра. Опять это за маршрут, но пытаемся не опоздать. И вообще, меньше слов, больше делал в этот раз. Я уже и так все рассказал про говников, про всех. Не знаю, кто там будет сейчас. Потому что я хочу заработать, а не потерять деньги. Поэтому едем. Время, как раз ночной, еще есть шанс проехать раз по ночной. По ночной в Москве хотел ходить. По ночному в Серпухову. Меньше болтаний. Больше делал вообще меньше болтаний. Вообще, в этот раз играем как... Как госу, как говорится. А не как мобу. То есть, играем как профи все. Больше, меньше болтаний, больше делал. Я сказал. В этот раз только так. В этот раз только так. Так, так, так. 11.33. Я раньше лучше, чем опоздаю. Да блин, да откуда вы взялись все? Как назло. Чуть не столкнулся назад, хоть успел объехать. Еще едет. Да откуда вы сдурели, что ли? Как прорвало. Вот так вот, я понимаю. Как у нас... Тихо! Ну как хуя! Вот он сам виноват в старте. Как у нас один водитель говорит, как конь наражал вас. Вы прорвало, блин. То есть, как конь на плодил. Что-то типа этого он выртопал. Как конь наебал. Ой, извините за мат. Натрахал. Прорвало, блин, короче. Сука. Третий раз уже придется. Я же говорю, сложность. С стороны кажется, что легко тут. Да ни хрена подобного. Я третий раз пытаюсь. Я не могу. Вроде все нормально. Даже вот тут такое есть. Кто-то уже поиграл в данный секретарь. У меня помет. Что вроде идет все идеально. Нет какой-нибудь... Какая-нибудь... Что-нибудь, да короче, произойдет. Все, включил все. Панели все. Когда-то даже уже не помню. На автомате я включил. Столько эмоций доставляет данный секретарь. Вообще нечего. Все, едем. Едем, сказал. Никто не прорвало там. Особо не будем рассматривать пассажиров. Вот из-за этого отвлекаются. А тут никого нет. Все толку там. Улица Чехов, 37. Все, жмем, жмем. Я не знаю. Я должен заработать. Хоть сегодня что-то переснул. Только нервы все потратил. Вот все, что я заработал. Вот он кого... Ну, чего-то не... Я вот не знаю правила. Кто нарушает? Я или он? Подскажите, кто досюда досмотрел. Вот сейчас вот кто опять нарушает? Вот мне надо туда сейчас перестроиться. Мне его пропустить надо вечером. Или чтобы он меня подождал? Где вот там знак? Ну, вон, если желтый, блядь, уступи дорогу. Ему было. Значит, он нарушил. Я логично соображаю. Почему он не уступил мне, не подождал, не затормозил, чтобы автобус проехал. Вот я. И первая полоса, это вообще автобусная полоса. Это уже и то, и то. Ого, мне сейчас успеть надо, на зеленый. Быстрее. Все. Не, ночью тоже прикольно. Свои... Своя романтика по городу хвататься. Согласитесь. Столько эмоций. Дарить меня опять продам. Не одна, другая. Я очень понравилась. Тем более, по одному городу, по одной родной лице. Государство, просто. По одному городу, хотя бы по Тюмени было. Тюмени еще нет. Вообще, Боба удивился, город Тюмени видел. Там игре. Карту. Свой город. Я съел улочки уже знаю. Пешеход же. Курьер со стажем пешковым. Всю. В доле поперек города. Я бы все узнал. Все здания до одного. Серьезно. Я бы говорил, вот сейчас повернем налево. Там будет тот-то дом. Направо, через два района, квартала. Будет та улица, этот дом. Я уже все знаю. Все улицы. Не буду перечислять. Вот Крупская, знаешь, у нас гимназия один. Тут Крупская. Ленина, знаю, естественно, продержу. Где банки. Все это центральные. В городе, в республике, у нас основная улица. Германия, Кайте, большая улица пересекает. Ну, что мне сейчас все пересекают. Ну, давай, погнали. Сами жилы. Но стройка зимы не будет. Полит себя. Вина года рядом у нас неплохой жилой комплекс. А то как раз какой-то урбанист, опять недоявленный блогер, раскритиковал, говорит, наши жилые комплексы. И все, говорит, убогие какие-то они у нас. Опять никого нету, блин. Одни видеоблогеры какие-то самозваные находятся. И как будто бы как профессионалы. Если я читаю, то оскорбляют только города ради своего хайпа. Все, что им надо, это внимание. Я бы думал, так вот. Так, на улицу Чехова, 1.37, на площадь Революция, 1.39. Ни одного посыления. Так вот, ради внимания. Зато сегодня информации много. Ради того, чтобы внимания, все больше подписчиков, они оскорбляют города. Не понравились ему жилые комплексы, действительно. Мне, например, на годы нравится. И не был его мнение, я тоже блогер. И какое мне мнение до его мнения? Если он даже не из нашего города. Кремень. Да пошел он. Нас нормально увидим. Вот как этот, например, город. Будь и старенький. Это тоже такие старенькие домовые гроты. Своя атмосфера. Мне даже нравится. Ретро-классика. И пошел он. Приехал, наверное, из Москвы. Наш город оскорбляет. Козел. Ой, смысл, ну ладно. Ну а что, заслужил? Ихуй. Справляет наш город Тюмень. Пошел он. Своим мнением. Давай, тормози там. Шестерку тормози. Собери. Татьяна Красная. Слушайте, хоть одного пассажира. Пассажир нет сил. Завтра еще покатаемся. Своим временем будет свободно. Да, нет, завтра немного работает. Прятый. Послезавтра может быть. И послезавтра много работы. О, вроде есть пассажир. Есть. А, значит, не вряд ли. Вот раньше я прибыл. Никаких страхов. А если я опоздал, сразу штраф. Так, 1.38. Что там по времени? Площадь Ленина, 1.35. Площадь Революции. А я... А, все нормально. Я даже не опоздал. Едем. Ну-ка, сколько я заработал. Бородач сел такой. О! Видно, здорово. Я тоже так иногда сажусь. Здорово. Прямо меня напоминает. И по виду. Вот это я. Игорь Петрович сел. Сам себя повезел. Здорово. Так, ну че. Куда едем-то? Так, улица Крупская в 11.40. Ой, в час 40. Крупа я ее запомнила. Как я запоминаю, на улице с ассоциацией. У нас в городе Демене. Крупа. Крупскую запомнила. Говорю, вот подхожу к Крупе. Вот подъезжаем, значит, Крупе. Крупская. Вот запомнить надо же. По ориентирам, вот киоск, кто-то, когда бы проезжать, уже запомнил. Вот так вот, наверное. Все, если я здесь все окажусь, я уже Крупскую и так, как выехать. И вот еще по карте, вот такой большой. Вот здесь Крупская все запомнил. Я запомнил быстро. Так, все, я прибыл нормально. Не дай бог опять что-нибудь заперикает там. А че он все, в одну остановку не мог дойти? Вот я вот, когда начинал ходить, пешеходом встал. В одну остановку казалось все легко. А че он не мог ее пройти, что ли? Так, гостиница 141. Ну, че он послал на меня, еще полный факт показал. Заколебал болтать, но еще иди. Хе-хе. 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 Будет, хе-хе, если опять сейчас что-нибудь сорвется. Вот едешь так, и кажется, все идеально проходишь по маршру. И когда они подвох в этой игре, всегда будет. Тут еще и баги есть. Но они пофиксили, они по багам, мы еще хотя бы поняли. Мы, говорят, их пофиксили в 1.30, когда я пообщался с разработчиком данной игры. Они сразу говорят, по всему видно, что у вас старая версия, украденная с торрентом. Они приемы. Если подъезжать разработчикам, покупать игру, такую игру можно даже и купить. Игра, шикарная особенно. В российском партале. И учат. Я бы даже, возможно, с отпускных скоро, я и куплю ее. Так что не переживайте, ребята, если тишмиш куда-посмотрят, да. Я, может, и куплю у вас еще. Даже DLC куплю, если будет маршрутка. Если вы сделаете, то ГАЗель 322-130. Я обязательно. Слышали? Все. Не сделайте, я не куплю. Ладно, посмотрите. Мне Mercedes Sprinter тоже нравится. Может, куплю. Если она не появится. Посмотрите, ладно, не будут загугать вперед. Так, девушка. Это хорошо. Я один и девушка. А, нет, это женщина в годах. Я не опоздал. 1.41. Это бабушка. Ну, ладно, бабушку нужно охранять. Доктора, ходи, посадить. Так, так, так. 1.41. В гостинице я прибыл по времени. 1.43, улица Максима Горького. Ну, что здесь? Бабушка, смотрите. Ну, ладно, что я думаю, смотрите. Она устала я после работы. Внук уедет или к внучке. Шить, варить. А у меня бабушка вот тоже сейчас повспоминаю. Все опять и так далее. И пирожки, и все умело. Это очень потрясающе. У меня доктор тоже. Медицинский работник. Был в прошлом. Деревина села Казанская. Зайшима, 60 километров. Кстати, на Москве, чем мы ездили? Дедушка учил меня за деревней. Раз. Там все помню. Вот эти вот, кто они. Ну, как где это? Вот. Педаль сцепления. Сначала взрывается в газ. Кручь, зажигание. Так, ну, все, хватит было. И вот моя бабушка была просто замечательная. С хозяйства содержала огород. Все умела делать. И шить, творить. Срать была ветеран труда, ветеран войны. Они вместе прошли. Войну все, все выжили. Дедушка все умел чинить. Тоже у него гараж был свой. Москвичный арсенат. Постоянно. Сам. К нему все, все у поселка. Золотые руки были. Ветеран войны, ветеран труда. Со всего поселка не все ли. И телевизор чинил. Все на свете подряд. Им автомобили, мотоциклы. У нас в Ралусе с ним не были циклы. В гараже. Как я любил гаражи. Вот. Было время. Я в деревне прожил, отучился. В младших классах в том городе. Вначале отдадали. В деревне, наверное, тяжело было родителям. Вот я ничем не жалею. Зато жизнь была. Никаких компьютерных игр не было. Зато. Ну, ученые не заходят сюда. Зато жизнь повидал по гаражам тоже. Лазили по крышам. И покатались на этих, вот, мадам. Даже помоложе. Помоложе. Какой-нибудь дерзкий задел. По гаражам влазили. В портфели. Ранцы. Вот. Красный мост в 11. За то, за что нас любили. Ловушки с дедушкой. Рвали ранцы. Вот. Две женщины сели там. Живая женщина. Да. И тоже в годах. Такая средняя. Вот. Ну, зато было детство, можно сказать. Вот так вот я могу сказать. Когда в деревне поможем. Ну, что. Все. Поехали. Там и первая любовь была. Все было. Девочка, конечно. Нормальная. Я сам. Бегали мы с ней. К ним. С ней. К ней. Всякого. Разного. Разобраться. Ну, это детство и детство. Ну, что. Такая улица. Хватит. Вот сколько воспоминаний вы подарили мне. Кишмиш, вы молодцы. Так, надо ли здесь останавливаться? То есть, дама сойдет. Она не могла одним снова пройти. Из-за вас, дамочка, я опоздаю. Прогать. Ладно, ничего, ничего страшного. Тогда проехал, он засчитал 8. Так, красный мост. Это красный мост был? Да. Дальше, дальше, дальше. Тихо, тихо. Не наехал. Автошкола 1.46. Едем, едем. Мы едем, едем, едем в далекий край. А сколько я уже набил денег? Та. Замечательно вообще. 100 рублей даже не заработал. На вкусную поездку. Замечательно вообще. Просто 5 баллов. Днем надо ехать. И убирать большие маршруты, чтобы я ляс открыл. Теперь уже убираться стал. Лишь бы, лишь бы я ничего сейчас не наткнулся. Лишь бы заехать в поездку, пожалуйста. Не будем играть бесконечно. Мы должны играясь в руках. Мне не все равно, что там. Думаю, что вам надоело, проходите мимо. Пока вам, конечно, интересно. Потом вы забросите, а я нет. Я на интернете 2 с 2002 года в области, который вышел, до сих пор не забрасываю. Потому что это моя любимая Дендер-погайера. И это для вождения на всю жизнь не хватит. И все, она мне нравится. Интересно, прикольно. И пофиг на вашу мнение, что на него. Кто хочет, то записывается. Вам надоест, а я стабильный человек. Мне она никогда не нравится. Потому что это советская ретро-классика. Мне нравится. Что, пойдешь? О, бабулька до сюда нас доехала. Пошли вы со своими мнениями. У меня все свое мнение. Так это автошкола, что ли, уребла? Вот, до вокзала доезжаем. Удачненько, быстренько. И все четенько. Сейчас я обработаю данное видео. Загружу и спать пойду. Удачненько. Потому что одну-то остановку я должен идеально проехать. Блин, даже 100 рублей не заработал. Ну, как так-то? Уже до вокзала дают. Но все равно в копилку. Это как RPG. Будем копить здесь бесконечно. Как на уровень. На Лиас. Вы его, наверное, за день откроете. Дрочеры. Кто там говорится? Задроты. А я открою его месяц. На большой маршруте. Днем пора едетесь. Вот так мне интересно же за день все откроете. Столько информации было. Пока я специально, может, это так делаю. Нет, конечно, не специально. Не всегда спонтанно. Но... Только специально получается. Видите? Кто-то столько рассказал, показал. Так бы открыл Лиас. Вроде бы другую игру бы обозревал. Хотя я этого не забросил. Ну все. Приехали. Все. Спасибо вам разработчики. В общем, спасибо всем за внимание. Сейчас я буду включать. Спать. Так. Все. Так, а есть у меня пассажиры? А пассажиров нет. Ну-ка, я прибыл-то вовремя. Рэп. Не понял. Давайте, чтобы хоть 1147 было. Тихо, тихо, тихо. Раньше тоже нельзя. Вот не заезжаем, но круг пока. Ну хотя бы так. А, чтобы должно написаться, задание выполнено. Просто некого высаживать. Все. Все. Сейчас должно написаться. А, где? Во. Как это? Заработано деньги. А, я думал это проценты. 96. Смотрите, 96 цифр похожи на проценты. Потом проценты только там. Ну все. Я потом еще раз ночную поездку сделаю. Это у меня крайне не устраивает. Сейчас маршрут хоть с ними сменится. Но не сегодня. Я удачно проехал так. Учусь. В гараж. Закатим свой пазик. На этом все. Свет погасим. Ой. Уже все не нужно. Экономим. Ну в себе оставим. Все. Так, в кабинке погасим. Вот так это делается. Да и у себя погасим. Все. Везде выключен свет. Ну-ка. Люди еще дадут. Все. Я на боковую. Как хотите. Играйте. Игра интересна. Спасибо разработчикам. Ну что. Туриста, Трифельбок. Целый возраст. Христа 33. Нормально. Мне все нравится. Ладно. Ой. Уродливые наши. Заканчиваем. Не уродливые. Уродливые. Значит. Блаженные. Так. Все. Заканчиваем. Маршрут появился. Новый год. Вокзал, площадь Ленина. А что такой же точно остался? А так я по кругу прокатился. Ну ладно. В следующий раз. Еще раз ночью прокатимся наверное. Если будет когда свободный. О. Бензин надо заправить где-то. Так и уйдет опять это все. Я ничего не заработал. Слушайте. А тут надо рассчитывать. Чтобы на бензин хватило. Он дорогой. Он дорогой. Не только в реале. Но и в этой игре. Он дорогой. И чтобы. Деньги соответствовали. Не потратив на бензин. А чтобы накапливались. Соответственно надо выбирать дневные маршруты. И побольше их. Чтобы было вот этих. Остановок. И побольше людей. Трафик. Это все учитывается. Такая продуманная игра. Вы молодцы разработчики. 5 баллов. Подарите мне игру. Я буду такие вам обзоры делать. Сручу конечно. Кто мне их подарит. В стиме. У меня стим. У меня есть стим. Но я его редко. Сейчас не установил. Установлю. Есть там у меня мой аккаунт. Я не помню. Не буду его здесь палить. Но он у меня есть. Вот. Подарите игру. С последней версии. Я буду вам такие вот. Эмоционально-импульсивные обзоры делать. С душой. Как говорится. Искренне у меня всегда все. Понятно. Вам же она. Популярность. Все для вас же будет. Это выгодно. И мне как говорится. Приятно и вам хорошо. Или наоборот и мне хорошо. И вам приятно. Нет. Наоборот и мне приятно. И вам хорошо. Взаимовыгода. Вам PR. Внимание. И больше публики. У этого тут знаю. Больше информации. Будет интерес. И мне приятно. Но кто мне подает. Ладно. Я все рассказал. Игра. Топчик. Цель. Заданная. Хорошо, что есть цель в этой игре. Я так давно уже удалил. И это не все еще. В том еще маршрутку уже разрабатывают. На маршрутке перешли. На маршрутное такси. Это будет здорово. А, пешеходов. Добавлять еще. Разрабатывать. Это будет потрясающе. Еще и за пешеходами следить. Это будет все нереально. Точнее проехать. Особенно Игорь Петрович. Но я постараюсь. Ой, ладно. Я все.